Вот она подпись. И эта размашистая закорючка стоила главе Сарочинского района обвинений в должностном преступлении. В 2009 году точно такой же подписью он продал долю совхозу Никольский компании «Спектр». Глава говорит, отдал районное имущество не корысти ради, а народного блага для. Я считаю, что себя абсолютно невиновным. Состояние хозяйства, с учетом его специфики, оно было чисто животноводческое. Передавать его необходимость была в том, чтобы сохранить его профильность. А сохранив его профильность, сохранив рабочие места. К 2009 году совхоз переживал не лучшие времена. Одних долгов докопилось на 100 миллионов рублей. Глава уверен, не отдай он Никольское новому инвестору, дело закончилось бы банкротством. Любовь Баширова, сколько себя помнит, трудилась в хозяйстве. Она мало что знает о смене собственников, зато уверена, сейчас в их совхозе дела куда лучше, чем у других. Все совхозы и колхозы рядом поразвалились, а мы все-таки стояли на плаву-то, да, ведь живем еще. Я вот даже себе представить не могу, как люди у нас приезжают в других сел, работают, представляете? Вот с Грачевки, с Ивановки у нас возят людей, наработают иногда. В Толкаевке именно здесь базируется многострадальный совхоз. Вообще-то село небольшое, но вполне зажиточное. Почти треть населения работает в Никольском. Глава сельсовета знает, что продажа предприятия вышла его районному коллеге боком, вернее делом. Но осуждать решение не берется. Скорее всего, это был оптимальный выход. Поэтому в район его и взяли. Почему? Ну, время показалось, что неплохо сейчас люди живут. Значит, правильно сделали. Ну, получается, правильно. Нужно или не нужно было продавать долю – вопрос риторический. Следствие интересует другое – за сколько? Ведь совхоз продали по цене квартиры всего за 2 миллиона. А реальная цена, по оценкам экспертов, в десятки раз больше. Данная цена неадекватна. Торгово-промышленной палатой была проведена экспертиза по данному вопросу. И данная доля в составном капитале совхоза Никольский была оценена в размере более 44 миллионов рублей. Мало того, следователи уверены – решение о продаже должен был принимать райсовет, то есть 21 депутат. А принял глава района единолично. Эти две странности вместе наводят многих на нехорошие мысли. Например, Юрий Бубнов в 2009-м был мало того, что депутатом, так еще и председателем местной ревизионной комиссии. Но ничего не знал о судьбе совхоза. Я считаю, большая-большая корысть здесь. Корысть, но самая настоящая. Чья корысть? Ну, странные главы, конечно, больше я еще могу. Так не может быть. Ну, почему он нас не собрал, не посоветовался? Ну, я понимаю, что у него большой опыт в работе. Но мы тоже там не мальчики собрались. Пилите гирю, Шура, она золотая. Владимир Федоров смеется. Это позолоченная награда за развитие гиревого спорта – единственное злата, которое смог скопить за время работы на высоком посту. Он уголовного преследования не боится. А между тем, если суд признает главу района виновным в превышении должностных полномочий, ему светит до 7 лет лишения свободы. Елена Кузнецова, Дмитрий Журавлев. Наше время.